Дорогие друзья, важное дополнение про клещей. Информация постоянно обновляется, мы узнаем много нового и хочется внести некие коррективы в нашу лекцию об этих животных, самых опасных животных в Ленинградской области. Дополнений будет, наверное, два основных. Первое. К сожалению, энцефалит может передаться рецепиенту, человек, который укусит клещ, гораздо быстрее, чем думали раньше. Сейчас считается, что 15 минут достаточно для того, чтобы вирус энцефалита попал в организм человека. Поэтому нужно быть крайне внимательным к себе во время прогулок на природе. И если вы почувствовали, что кто-то по вам ползет, если вдруг вы почувствовали укол в каком-нибудь укромном месте, лучше стоит остановиться, осмотреть себя и изъять клеща, если это он. 15 минут достаточно для того, чтобы полностью извлечь все части его тела. Ну и, соответственно, в этом случае заражение не произойдет. Боррелиоз действительно для того, чтобы получить заражение этим заболеванием, клещ должен просвисеть очень долго. Ну, до 36 часов, чтобы гарантированно заразить человек. Так что будьте внимательны и осторожны. В том числе, в первую очередь, осматривать себя после прогулок для того, чтобы избежать заболевания боррелиозом. Ну и, кроме всего прочего, действительно, боррелиоз энцефалит до сих пор. Ничем практически не лечится и можно только снимать симптоматику. И, к сожалению, все эти заболевания крайне неприятны и могут привести и к смерти, и к слабоумию, к отказу внутренних органов или каких-то мышц. Человек может стать недееспособен. Поэтому защищаться нужно. И от боррелиоза можно только лечиться какими-то медикаментами. В частности, некоторые антибиотики вроде бы как смягчают течение болезни. А от энцефалита можно прививаться. И прививка сейчас гораздо лучше, чем еще совсем недавно. И считается, что в 90-99% случаев, если человек прошел правильно вакцинацию, у нас состоит из трех этапов, и, соответственно, делает повторную прививку раз в три года для взрослых, ну и для детей надо сделать через год, и потом также раз в три года ее делать, в этом случае практически нет шансов заболеть клещевым энцефалитом у человека, который привит. Так что используйте эту возможность, если особенно часто бываете на природе, или уезжаете куда-нибудь в Сибирь, на Байкал, либо на Дальний Восток. Там каждый второй клещ может нести в себя угрозу. У нас, слава богу, каждый десятитысячный энцефалитный и каждый шестой-седьмой боррелиозный. Кроме всего прочего, если вы не хотите задавать клеща на анализ, который вас укусил, можно подождать симптомов, потому что, по большому счету, это для успокоения вашей души. Если вы проверили клеща, и он не энцефалитный, не боррелиозный, соответственно, волноваться и переживать нечем. Если же он энцефалитный и боррелиозный, то, опять же, не факт, что вы заразитесь. И какое-то лекарство первой помощи. Есть всевозможные серьезные препараты, которые могут убить инфекцию в саму его зародыше, но они не все хорошо переносятся организмом. А само лечение будет назначено после появления первых симптомов. Они могут затянуться и могут проявиться через несколько дней, недель, может быть, даже чуть дольше. Так что, все-таки, лучший способ безопасности энцефалита при помощи прививки, ну и внимательно смотреть за собой на природе. Одежда, соответствующее поведение, осмотр себя после прогулки во времени обезопасит вас от самого контакта с этим страшным животным. И еще одно дополнение о гадюках, в том числе и о тех мерах, которые необходимо предпринимать, если вдруг вас по какой-то случайности укусила гадюка. Сейчас у всех зверей вышло хорошее видео с герпетологом, который рассказывает в том, что можно высасывать яд, отсасывать яд гадюки, и это никак не навредит вашему здоровью. Он логично говорит о том, что если мы высасываем яд, то даже если ранка есть внутри нашего рта, где-то там в деснах, то он не может яд туда в нее попасть, потому что мы высасываем в том числе и из нее тоже всевозможные жидкости. И, соответственно, разница давления не позволяет проникнуть в наш организм. В этом случае, конечно, если мы отсасываем и слеплевываем, или даже проглатываем, гораздо лучше, главное, не держать во рту эту смесь из слюны и яда. Но единственное, что все-таки тут есть два тонких момента, и позволю себе не согласиться с некоторыми утверждениями из этого ролика. Потому что у нас на практике в СПБГУ был случай, когда преподаватель отсасывал яд студентке. Студентка действительно почувствовала себя лучше и, в общем-то, обошлась, так сказать, можно сказать, и с пубом, а преподаватель попал в больницу. Так что там была не гадюка, там была какая-то более ядовитая змея, я не знаю, груза или эфа. И в данном случае вполне возможно, что даже этой толики маленькой яда во рту может достаточно быть для того, чтобы повредить, навредить организму довольно серьезно. Поэтому плюс еще один момент, несмотря на то, что даже в этом ролике герпетолог при всех отсасывает яд, только что полученный при укусе в специальную перчатку от гадюки, есть еще одна. Сам говорит, что он делает неоднократно. Есть еще одна вещь. Если человек получает укус гадюки, данный специалист, он очень плотно работает со змеями и получил порядка восьми укусов, то у человека образуется некий иммунитет. Всех наших сотрудников, которые кусали гадюки неоднократно, потом практически безболезненно переносили последующий укус. Так что, если вы в первый раз это делаете, в том числе отсасываете яд, у вас может быть аллергическая реакция, в том числе и во время самого этого процесса. Я не знаю, кто каждый должен выбирать, наверное, сам. Если вопрос стоит с жизни и смерти, и гадюка укусила ребенка, то, наверное, можно спокойно отсосать. И тут даже, если какая-то реакция будет вашего организма на это, можно ею пренебречь. Если вас укусила, или вашего знакомого при вас укусила какая-нибудь более серьезная змея, эфа, гюрза, то тут уже стоит задуматься. Опять же, если вопрос стоит о жизни и смерти, можно рискнуть. Я, честно говоря, не знаю, как в данном случае поступать. В том числе, еще информация, которая была интересна из этого ролика, о том, что многие сыворотки, в том числе и против гадюки, довольно сильно аллергенны, аллергичны, и именно по этой причине их крайне редко ставят в больнице. Только если укус в шею, где-нибудь в голову, там, где действительно этот укус представляет опасность, серьезную для жизни. Ставится, производится укол. Инъекция сыворотки и, в общем-то, из двух зол набирается меньше. А так используются капельницу, таблетки, которые снижают сокращение мышц, ножку, например, можно выпить и какие-то препараты, чтобы организм не чувствовал снять симптомы отравления, потому что организм реагирует на яд, как на отравление, может быть, тошнота, рвота, а, в общем-то, так как яд попал по другому пути, другим способом, это, в общем-то, бессмысленно, просто истощает организм. Так что, все-таки, лучший способ избежать всевозможных последствий укусов как клещей, так и ядовитых змей, это стараться минимизировать саму возможность контакта. Топайте, будьте внимательны, смотрите под ноги, ну и старайтесь не попадать в такие неприятные истории. Ну и, кроме того, опять же, если высасывать яд, то вы не избавитесь от яда полностью, а вы высадите до 50%, в каком случае это действительно может помочь. Так что, решайте теперь со всей информацией, которая у вас есть сами, что делать в то или ином случае. Если говорить про гадюку, то, да, говорят, что высасывать яд можно, возможно, и, в общем-то, это даже не очень сильно навредит вашему организму. по остальным змеям, честно говоря, не знаю. Будем изучать этот вопрос и разбираться дальше, в том числе и вместе с вами. Друзья, такое было небольшое дополнение. Спасибо, всего доброго. Продолжение следует...